всем доброго дня меня зовут татьяна и вы на канале о вышивке крестом с огромным удовольствием начинаю снимать данное видео потому что очень хочу видео снимать но почему-то в последнее время у меня совсем не складывается ни при каких обстоятельствах и вот сегодня суббота все мои близкие либо уже разошлись либо собираются уходить по своим делам я дома практически можно сказать что одна у меня есть вот два-три часа чтобы светить своему хобби но я щас буду не вышивать и снимать для вас видео потому что потому что соскучилась потому что хочу снять видео и вам показать что у меня есть и начнем наверное с финиша который у меня случился уже наверное неделю там назад или полторы но показываю вам его сейчас уже некоторые его видели кто приходил навстречу это лука с лука с клубника эту работу я начинала в апреле двадцатого нет двадцать первого года что на я что-то с последние два года знать мне все перемешалось в один год и я не помню когда это был когда мне был месяц стартов я лежала в больнице и я начала эту работу вышивала я на эдинбурге в две нити и можно сказать что по ключу потому что изначально наборе в оригинальном аида 17 кант то есть он я не не увеличила не уменьшал все как есть мне очень понравилось вышивать данную работу конечно смеетесь дошла надолго затянулась на полтора года но на самом деле вообще лука с это одна из моих любимых фирм один из моих любимых производителей у меня достаточно много выше такой по их наборам и хочу сказать что у них конечно есть как и у всех до свои плюсы свои минусы но для меня плюс от этих наборов перевешивают конечно в первую очередь это разработки у них очень хорошо проработанные схемы просто великолепные у меня сейчас к сожалению не осталось никаких обложек бумажек и какой-то исходной информации которые обычно прикладывается к набору потому что как только я вышел то есть я закончил эту работу в один часов ночи на следующий день я уже на встрече отдала остатки потому что я пообещала их и вот мне ничего не осталось поэтому всю информацию если вас вы вдруг не знаете про данный набор про данную фирму вы все сможете слегка найти в интернете набор называется тюц клубника у них это целая серия там клубника смородина малина яблоки слива то есть там прямо вот много много но хочу вам сказать что если вы раздумываете о вышивке данных наборов я вам рекомендую посадят по торопиться с их покупкой если вдруг у вас нет потому что эти наборы снимаются с производства или уже снились их еще можно найти в магазинах еще можно найти на авито и так далее то есть это не то что правда такая редкость но они уже сняты из производства потому что я так понимаю что закончился договор на авторское право исходников художник я не помню как базанова по моему фамилия и по моему было какая-то договоренность на какой-то промежуток времени вот насколько я знаю до закончились вот эти права поэтому набор больше выпускаться не будут хотя на мой взгляд мне кажется они при вообще вот одни из лучших у меня было три набора из этой серии 4 даже по моему в 3 когда-то продала один остался покупать опять или сюда еще наверное я уже не буду несмотря на то что они все очень нравятся и с фруктами с ягодами но только лишь потому что куда вешать вешать как-то их рядом не знаю короче у меня проблема в том что именно разместить вышивать прямо вот вообще одно удовольствие и как я уже сказал схема прямо прекрасно проработаны отличнейший цветовые сочетания нет блендов очень простые схемы в плане того что нет бэкстича про узелков каких-то дополнительных стежков только один сплошной крест из чистых цветов и вот так вот такое получается работа на вообще получается просто формат 3d я не знаю насколько вы это видите или нет потому что под разным углом и на разного расстояния ты как бы у тебя погнать их голографические картинки какие-то но отменяются тебя я прям в восторге вышивала я по сани потому несмотря на то что схема была очень хорошая она была очень крупная но по саге сами понимаете гораздо проще вышивать поэтому вообще когда я нашла сагу взяла сагу вообще полетела когда я начинала у меня была отшита в больнице вот эта серединная часть да вот этот большой листочек клубнички центральная и это было уже на тот момент порядка 30 с чем-то процентов 37 что ли ну как то вот так достаточно много и поэтому конечно меня это очень вдохновляло на то чтобы эту работу завершить и я как-то к ним потом возвращалась один раз что-то вот здесь чуть-чуть повышевала до центральной клубнику а в итоге вот сейчас взяла и в один присест ее завершила в итоге а получается вышивала если смотреть на сагу 31 день здесь 15 с половиной тысяч крестиков ну то есть условно это по 500 крестиков в день и за месяц вы ее закончите несложно а здесь есть полукрест на самом деле сейчас вспомнила да потому что вот вот эти где тут тень вот здесь вот чуть-чуть но он вышивается там и крест и полу крест одной нитью и крест и полу крест сразу вышиваешь по поводу основы потому что давайте по поводу размера потому что если вы будете менять сейчас с этим столкнулись да в девочки говорит он стандартный не помещается отрез помещается так 50 а помещает у меня стандартный отрез 68 на на 50 вот то есть если вы вышиваете на 36 каунте да то вам подойдет стандартный отрез если у вас 32 вы увеличиваете то уже смотрите потому что все таки это та картина которая требует воздуха по краям да то есть притык ее делать ну как бы все равно до чтобы хотя бы вот здесь чуть-чуть был и тогда вот смотрите видите как остается всем буквально на оформление то есть внимательно рассчитываете размер у меня сто первый цвет да не чисто белый просвечивает основа такая не чисто белый а которые античные значит не так осталось опять же не могу вам показать достаточное количество чтобы спокойно вышивать но естественно 2 отшив вам не хватит и тоже значит такая рекомендация не рекомендую подбирать в других нитках гамму брать dmc и так далее потому что здесь очень большие растяжки красно-розовых и зеленых и насколько я помню растяжки dmc вы не сможете димси только подобрать и то же самое по моему каме если не ошибаюсь то есть если вы будете подбором что прям рекомендую брать нитки по ключу они тут просто гармонично подобранные ничего лишнего просто великолепно то есть разработчики большие молодцы и вышивал как я вам говорила в две нити при том что юлишне канонечка только начиналось чтобы полтора года она мне порекомендовала вышивать в одну нить и я если честно думала об этом самом начале вышивать в одну нить но мне хотелось получить именно вот такой вот объемный рисунок вот на этом тонком полупрозрачном ли да вот этот объемный плотный рисунок и он получается очень выпуклый за счет вот этого две нити да и он получается как бархатные подчеркивает вот эту его 3d шность скажем так конечно когда ты ближе смотришь да но видно что крестики не идеальны они толкаются да вот но я не думаю что там кто-то будет особо рассматривать а если будут рассматривать но это же ручная работа не критично единственное что моя рекомендация взять нитку гобеленовую но острую потому что как раз когда-то зашивая здесь не плотная зашивка то проще прокалывать в уголках крестика да что было когда он уже практически заполнен вот я например приноровилась к нашим российским ниткам гобеленовым это который ты колюбакинские давно все вы знаете они для таких работ как раз идеально подходит когда нужно гобеленова на острая иголка что еще могу сказать то что вы видите в центре да в листочках не зашито это так по схеме потому что здесь видите улиточка до которой эти листочки и съела штука чуть у меня тут нормально вот а мне как раз вот эти объемные отверстия давни в листочках очень нравится никакой живость придают работе я обязательно буду оформлять причем в ближайшее время я как бы сейчас никак не надоедем и не заберем свои готовые работы и сразу же эту работу буду оформлять потому что у меня есть куда ее повесить не освободилось место одно на кухне где-то висела ботаника со смородиной мама тут вдруг проявил какой-то интерес моей вышивки это вышивка из моей серии по вся ботаника с ума висит на даче висит у тебя дома ну-ка привози мне ее на дачу вчера я возил детей на дачу как раз это мама показывал как она разместила эту ботанику так что у меня пустую пока что один штырь на кухне вот как раз туда я и собираюсь повесить эту клубнику очень нравится прям чем больше не смотрю тем больше радуюсь что я ее закончила завершила вышила конечно она вот у вас она более серая да ну потому что опять же цветопередача страдает она очень ярко очень позитивно очень летние вообще просто восторг нет очень нравится эта работа рекомендую к отшиваю девочки берите вышивайте отличный набор на все слуга я завершили теперь переходим к тем работа которым я сейчас в процессе ничего там особо интересно вы не увидите ну просто покажу что я вышиваю что я взяла сейчас взяла я буквицу по схеме а не кир и ее продолжаю что у меня здесь отшилось не буду распяливать да сами как хорошо встали это вот этот угол я завершила и уже стала подниматься вверх да и вот начала нашел фросписью и хочу эту нижнюю часть завершить вверх так подниматься а значит кто не в курсе вышиваю я на дне 38 каунта это итальянский лен очень плотный цвет не чисто белый он сравнить с белым видите он такой бежево но даже не сливочный такой светло-бежевый я даже не знаю с чем сравнить демси такой хороший оттенок вышиваю нитками шелковыми советскими всем нет нитки здесь советский единственное что здесь пока что нет желтого цвета в некоторых элементов там внутри должны быть желтого цвета детали но пока что я планирую когда я все завершу уже пройтись желтым металликом или может быть это будет шелк ну скорее всего это будет металлик и они такие небольшие вкрапления я думаю что они хорошо украсят данную работу перешла на что я к шву роспись кто не в курсе это роспись это наш шов которым в россии испокон веков вышивалась он похож на бэкстич но там немножко техника другая это когда ты идешь по рисунку да но пунктирной линии то есть как бы пропускай один шаг а потом возвращаешься и закрываешь пропущенные участки и у тебя получается одинаковый рисунок что с лицевой что с изнаночной стороны у меня конечно так не получается я не владею этим швом в в идеале у меня с обратной стороны там это вылез как бэкстич но я стараюсь и хочу вам сказать что я если честно и даже по на эти пункты это раньше вышивала бэкстич потому что бывают какие-то моменты да когда ну какой-то например там отросток ну предположим вот этот когда тебе надо провести эту линию да а потом вернуться и дальше идти и как и вот этим как раз швом роспись я не знал что он так называется и что не такая технология но я сама тогда это додумалась то есть через одну да вы понимаете чем говорю пунктиром пройтись а потом вернуться точно удобно получается ну что все в принципе по этой работе ничего нового вам здесь я не расскажу вышивается легко несложно единственно что у меня опять проблема в том что я забыл распечатать схему вышиваю посаде а мне неудобно у меня телефон только из гаджетов и эту работу я могу вышивать только если рядом сидит муж что-то смотрит мы вместе с ним что-то смотрим но такое в последнее время у нас случается крайне редко или эту работу я продвинул чуть-чуть когда дети меня смотрели мультики я вот одним глазом смотрел на что дети смотрят да потому что сейчас они конечно такие умники лезут туда куда не надо вот и быстро соскакивают с нормальных мультиков на всякую ерунду ну то есть вот эти дела контролировала чтобы они смотрели нормальные мультики ну и вот вышивала по саге а так вообще конечно надо распечатать схему бумажном варианте и уже спокойно вышивать по бумаге потому что эта схема позволяет спокойно вышивать по бумаге все это было буквица дальше у меня в процессах это как дорожный да это схема который я вам презентовала в контакте в таком у меня конвертики которые покупала у тани кропиной прошлом году год назад уже прекрасно конверт до сих пор очень радуюсь у меня есть значит это моя стратификация да не буду тоже раскрывать тут принципе ничего но интересного нет пока что я вышиваю нижний нижний какой-то правый элемент это один из самых сложных элементов на мой взгляд он самый сложного по своему исполнению потому что здесь это мелкая рябь схема схема показывать могу вот видите какая здесь рябь то есть тут очень легко сбиться надо считать вроде бы ничего сложного но надо быть очень внимательным я вот несколько раз тут пропускала элементы и начиная целенаправленно именно с этого элемента потому что но он самый сложный на конец мечтого не хотелось оставлять вот так вот получается мне нравится что выходит и вот этот элемент такой прям кружевной кружевной они сказала что не очень хорошо читается дать немножко но в одну нить влекловато но на мой взгляд нормально я принципе такого и эффекты и хотела получить да вот не яркая что бросалось глаза вот очень очень деликатно вышиваю на что я шелковыми нитками которые в мотках о которых я рассказывал предыдущем видео не смотрел обязательно посмотрите я не мата не ношу с собой целый моток дает отрезаю уже такие пасмы которые мне нужны сюда собой кладу в конверт если никак не могу найти подходящий материал на есть мысли что я хочу дано что наматывать или крепить эти нитки но пока что не нашла где-то можно найти но купить когда найду покажу такие маячок от санфлау очень гармоничный такой найти набор такой прям в удовольствие он вышивается на 5 из за того что мне сейчас нет особо времени поэтому он и медленно у меня продвигается на опять потому что этот элемент сложно я щас как раз планирую его завершить нет осталось всего тут если считать по элементам да по вот этим крестам сейчас 4 вышло всего их 5 и уже дальше мне кажется будет легче да остальные все элементы достаточно простые потому что когда я еще делал эту схему еще подумала что элемент сложновато но зато в нем вот это есть такая изысканность на мой взгляд и я все хочу распечатать этот дизайн целиком и вам рассказать про элементы но не сегодня видимо сейчас я вставлю превью для этой схемы и чтобы вы видели этот элемент целиком и хочу рассказать откуда я его взяла нашла я его случайно в вышивальной группе называется на ольчонок если вам интересно я оставлю ссылку под видео девушка видимо начала заниматься разработка схема потом какой-то момент мне кажется она но остановился в этом деле но у нее есть в схемы платные есть бесплатно в эту схеме как раз его из бесплатных а вот этот элемент из бесплатной схемы я думаю что в этом ничего страшного нет потому что это сделана схема на основе национальных узоров и сама схема кстати мне показ очень интересные даже думал о том что такой если вышивать хочется вышить рушник до на свадьбу предположим но не хочется брать ярко выражены например славянские орнаменты которые но не все воспринимают на данный момент то еще спокойно да но вот если вышить такой рушник льняной вот с такими орнаментами я думаю что это будет очень изысканная работа потому что эти как он прям кружевной до получается вот смотрите может быть вам что-то приглянется в этой группе мне очень понравилось там дизайна вот все 22 дизайн у меня сейчас в работе потому что ну вот на удивление да не успеваю я не хватает времени хотя казалось бы дать сижу дома не работаю ну вот как-то вот так вот незначима занимать меня сложно сказать ну все 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 чем-то каким-то очень важным переходим к моим покупкам которые со мной случились эти несколько дней ближайшие во-первых давайте начнем расскажу вам про встречу которая у нас тут была с девочками опять мы встречались будний день я знаю что многие расстраиваются то что не получается выходные но вот выходные мне очень сложно куда-либо выбраться грудажут для меня два часа свободного времени выходной это уже большое счастье вообще-то редкость прекрасно мы посидели вообще как всегда я каждый раз иду и думал в принципе сейчас чужого нового уже больше ничего нового там все понятно да то есть ты уже приблизительно понимаю что будет на встрече но каждый раз это такая подзарядка каждый раз от такое вдохновение воодушевление ты получаешь после встреч я очень благодарна всем девочкам которые пришли и новеньким опытным позитивницам наших встреч было очень интересное приходили две новые девочки жене у нее канал у евгешки оставлю ссылку если вы не знаете обязательно посмотрите ажи не давно смотрю мишка не только молодой был канал но мы были лично не знакомы утяжение пришла показал свою работу только конечно было отдельный восторг потому что же не вышиваются такой вот девичьями мимишина такое все маленькое изящное очень хорошо она оформляет и не принесла две такие коробки раскрыла знаете как вот сокровищница как вот у кого-то это сундук с бриллиантами с украшениями да вот для нас вышиваются тут с такими вот маленькими джас нынчиками это вообще меня конечно вызвал какой-то вообще отдельный восторг потому что это настолько миниатюрные работы настолько они аккуратно сделаны то есть даже смотрела не могла понять как это можно сделать ладно выше да то что в пяльцах держ а как это можно сшить то есть я просмотрел мне какие-то большие пальцы таких по сравнению с этой работы как это очень ювелирные прям работы с большим огромным удовольствием я все это рассматривала хотя сама такой не вышиваю и ну как бы и не оформляю это вообще не моя история но вот именно покопаться посмотреть это вообще отдельное удовольствие причем я делаю несколько подходов раза два или три то есть иначе посмотрела все сходила по ела пообщаться опять подошла покопалась посмотрела опять потому что ну массу удовольствия ты получаешь перебираю все эти работа и вторая девочка то не забыл твою фамилию неважно кто знает и поймет вот они тоже была у нас первый раз принесла огромную стопку своих вышитых работ великолепные работы были просто слов нет какие они то есть это дать тоже очень интересно наблюдать какой вкус у вышивальщицы особенно когда приносит много работ то есть сразу понятен портрет человека я извиняюсь мне пришлось прерваться и по поводу портрета вышивальщицы да то есть сразу видно какие вкусы у вышивальщицы и у то не очень и очень красивые все тоже работы были и масштабные и очень аккуратно сделаны конечно всех произвело впечатление это данный сединорогом от и гувернер которая вышла по ключу на двадцать восьмом каунте в одну нить настолько это масштабная работа я конечно нашла на большая я видела начаты эти работа не незавершенные еще но когда ты видишь ее вот в этом масштабе готовом уже это конечно потрясает это вот производит не зрела дима и впечатления и тоже мне над этим я чему удивила что все-таки конечно надо вышивку смотреть живу потому что ни одно фото ни одно превью ни одно видео не передает той красоты которая вышивки есть потому что это не кстати был дизайн если сейчас я буду стариками фотографии встреча с ананасом от глендон плейс по моему да я вообще на эту фирму никогда не смотрел мне вообще было неинтересные дизайны потому что никого что они скучные но когда я увидела отшитую работу по ключу с бисером просто восторг очень край хотя я понимаю что я и были тоже не вышел потому что куда мне то на на свежий но я поменял свои отношения к этому производителю конечно вот чем и цены нашей встречи что ты видишь готовые работы и у тебя складывается может быть даже совершенно противоположное впечатление о работах потому что еще интересного было но все было интересно да вот конечно с кем и давно уже знакомы тоже девочки может своей работы не приносим потому что мы все их уже знаем что-то только из новенького но все равно приятно встретиться пообщаться а оля тоже приходила приносила свои готовые работы очень мне понравился рюкзак с дизайном от панны хорошо сделан причем оля она помните когда поснимала видео про удивительных вышивальщиц как раз вот про нее этом рассказывал очень подробно да про нее про ее маму и основной герой была соседка марков и холив ее отношение к вещам мне очень близко до повторного использования и вот она рассказывала как она рюкзак сшила из старых киевских штор с вышивкой да очень здорово получилось прям интересные у нее работы тоже и их оформление и вот чем еще цены я подхожу постепенно к покупкам и подаркам чем цены такие еще встречи что ты можешь туда принести то что тебе уже не нужно или то что ты хочешь продать вот на этой встрече как раз купила у ирины в схему уже использована дарин уже отшил эту работу вот такой вот мадам ляфы и вот такие вот пяльца от норги но все вы знаете которые высокие я просто не уже лица затянули на метах удачно нашли а где здесь номер не знаю короче какой-то номер я прям на взгляд и поняла что это тот размер который мне нужен причем я хотел их купить и все думала что при случае буду что-то заказывать магазине в интернете их куплю а тут вот развиваться и они сами ко мне в руки пришли вот так что это тоже такой хороший повод прийти навстречу а значит давайте про подарки и про покупки которые сначала начнем с того что было навстречу да потом перейду уже к остальным значит ты навстречу мне кристина передала пакет моими тканями я не помню вам рассказывали нет что точно полгода назад я отдавал кристине свои работы которые не буду отшивать на распорку кристина оказывается любит распарывая да вот есть такие вышивались вот она мне предложила свою помощь в этом не за что я очень благодарна кристина спасибо тебе большое и она пришла не только с моими тканями да а этот кайф которых я уже забыл их так много там было то есть это такой члене как будто бы их заново купила то есть у него эффект новизны и кристина кроме этих тканей мне подарила вот такую вот игольницу которая она сделала сама сама покрасилась вот смотрите как здорово получилось в таком каком-то скандинавском стиле да и и такой вот пин про тоже она сделала сама причем с таким вот клапаном да иногда это бывает кстати говоря очень необходимо чтобы был вот этот ну заглушка и вообще как бы я поняла что сейчас меня собирается коллекция пинов что это нужная вещь и кстати и вот они нужны именно разные я поняла потому что нужно иногда бывает тонкий иногда толстый иногда длинным до короткие с вот этим защитным чехлом на конце или без него и вот они у меня все разные и все для каких-то целей вот как раз этот он толстенький знаете когда удобен когда ты считаешь и чтобы переплетение да и либо в конвей либо в основе в льняной ты толстой иглой проводишь чтобы оставались отверстие что было легче читать считать и вот сейчас я же вышивают эти хорома от екатерина кахло вы там как раз вот мне не хватало такого толстого пина так что красный спасибо тебе большое это про вот куда земли это пришлось все мне очень и очень кстати вот лена бар лена бар вообще конечно она красная одарила подарком чем не очень неудобно да кто не знает на что у лены свой магазин клуб рукоделия оставлю на него обязательно ссылку принять на деле расскажу потому что потом клинические заезжала но на встрече лена мне повторила основу это 40 каунт окрашивает домашний комод это не указал очень красивый цвет девочки это просто он у вас холодное желто да на самом деле он приятно горчично желтого цвета а я тут как-то столкнулась с тем что в последнее время что-то достал обращать внимание именно на желтые оттенки потому что как-то они хорошо ложатся на дизайны на примитивные не только и обратил меня что мне все холодные серо-бежевые такие да а вот таких теплых желтых нет вот как раз ленин подарок у меня прям оказался в тему и кстати сейчас покажу потом какая была у лена в магазине у нее много основ вот именно такого окрашивания примените стоял там ковырялась в этих корзиночка с тканями еле удержалась чтобы не купить так что лена спасибо тебе большой елена мне еще подарила тоже значит два пина все что вы видите это можно купить у него магазин здесь тоже есть такие вот чехлы и до для кончиков но они силиконовые не такие но большие да тоже надо аккуратно потому что я у каждого чехол даже проткнула уже тоже удобная штука вот бывает особенно если это дорожный какой-то процесс до чтобы он не прокалывал например конверт для вышивки и вот такой очень красивый маячук для ножниц зеленый лена спасибо тебе большое это были подарки со встречи пока что когда-то не подарила наездил не помню какой город наш недалеко от москвы и из бересты она рассказывала про этого мастера эти тут написано ручная работа что наверное фамилия до мастера он работает по какой-то уникальной технологии которые наша старинная данных и про которую многие забыли потому что многие делают из бересты на у него это забыла они рассказывают ну и такая очень приятная штучка вот этот коробочек самое что удивительно лучше хорошо плотно держится закрывается купите без клея без всего он делает образом у меня пока что пины которые пока здесь лежат так иначе давайте раз мы заговорили плаку проходили расскажу вам про магазин вдруг вы не знаете но я думаю что вы знаете оставляю все ссылки на группу вконтакте на группу в telegram прекрасный магазин у нас в москве девочки прям кто не был а очень рекомендую к посещению потому что вы знаете это такая большая радость прийти в рукодельный магазин и да у нас есть леонардо да у нас есть иголочка да у нас есть какие то может быть остались совсем небольшие магазины участников но вы знаете какой там ассортимент а у лены брак лена бен это вообще прекрасно вышиваешься чудесный человек кто ее знает никто к ней не остается равнодушно потому что она столько обаятельно настолько милые прекрасные очень тонко чувствующие деликатная я могу долго рассказать говорить про лены и очень хорошо отношусь я очень рада что мы с ней знакомы и я рада что она именно хозяйка магазина потому что мне кажется это очень подходит магазин находится в митинге рядом с метро идти от метро недалеко буквально две минутки до магазинчик небольшой но кто хоть когда-то был связан с рукодельным бизнесом вы знаете что это бизнес очень и очень мало окупаемый да это большие расходы но лена она молодец она хорошо и правильно делает и вот чем ценен ее магазин что у нее те товары которых вы не найдете других магазинах это можно все купить онлайн но вот так вот прийти посмотреть потрогать пощупать все в одном месте но аналогов нет это вам точно расскажет а я просто получилось я давно клея собиралась поехать я не было их даже вам рассказывала и они его на кир на канале у себя прям делал видео обзор когда только магазин открылся и все вот никогда никогда это значит у меня и было по делам на севере в том районе думал дай-ка заеду и без предупреждения к лене приехала и вы знаете это прям такое такая радость прийти в таком это такая отдушина даже вот я пришла мне там ничего не надо было у меня все есть я просто пришла заглянула к лене до но конечно не смогла уйти без покупок потому что когда ты видишь все эти вещи да все эти ткани это невозможно остановиться трогать невозможно не купить и у тебя совершенно другое восприятие этих рукодельных товаров это у меня знаете как ассоциация помните фильм был города марины и как господи как же завалит этих героев анастасия ягужинская когда значит он не дартаньян там боярский до француза на ней хотела жениться и вот он искал себе ей помощницу и вот это целая спецоперация была дает это помощница которая потом создала парус с гордамарином который выиграл харатьян ужасно но смысл в том что помните этот момент когда она пела под окнами не было такая коробка со всякими рукодельными штучками и там нитки иголки булавка чего-то такое все что при лестнице надо я помню когда смотрела в детстве этот фильм не так охота было посмотреть что же не там в этой коробочке в деревянной вот эти там кружева висели ниточки иголочки я прямо вот замиранием сердца всегда смотрела этот отрывок и не всегда хотелось там поковыряться вот ленин магазин это вот такая вот большая коробочка то есть ты туда приходишь и ты там все время что-то копаешься что-то еще что-то смотришь даже после на просто разговариваем а ты я не могу например просто сидеть да и все равно что-то там ковырялись что-то смотрю так давайте значит что же я там купила значит я купила у лены я купила схему от наших производителей маки студия бумажном варианте там причем можно было купить набором можно было купить просто схемы я купила просто схемы потому что я нитки подберу из того что у меня есть цену вы видите но да это получается дороже чем если например покупать схему в электронной виде я на это пошла сознательно во первых чтобы поддержать лену это раз во вторых я знала что я буду все равно это распечатывать потому что мне нужно было на бумажную схему то есть я бы все равно потратила деньги на распечатку так она принципе на кто на то и выходит видите схемы специально сделаны пакетики чтобы они не испортились не испачкались распечатаны они на очень хорошей бумаги крупная достаточно она я взяла ее цели на правда . хорошую схему все хорошо видно видите все значки хорошо читаются и сложная она вот мне кажется на ваш или будет очень интересная и взяла и целенаправленно для прикладного оформления у нас есть мы сушим яблоки на зиму детям варим компот или так они их едят как чипсы и они на странице в бумажных пакетах я хочу сделать но может быть не в этот сезон уже к следующему такой вот мешочек для сушеных яблок и эта схема она как раз то и сделано для прикладного оформления там есть орехами есть с травами что там грибы по-моему еще есть ну то есть вот именно для сушеных заготовок вот но яблочко мне она мне сразу прям понравилось особенно вот этот листочек висящий на паутинке мне показался он очень такой милую что он добавляет этот изюминки этой работе обязательно эту схему отошью то есть я прям вот даже прям думал что ближайшее время я хотя бы подберу материалы вот чтобы мне и раз уже из чего буду шить то есть все еще все подготовлен потом обязательно вам покажу далее что же я еще купила гулян купила гулян и я вот такую вот шкатулку в себе вырабатываю на новогоднее настроение которое у меня в последнее время давно нет у меня такое скептическое отношение к новому году но решила купить такой органайзер это примите фэндвуд по по иллюстрациям зарубина помните на такой новогодний носочек есть тоже вот по этой иллюстрации значит я вот видите он какой хорошо держит магниты крышку вроде бы во всяком случае пока что я еще не пользовалась я купила именно под новогодний мелхил у меня остались дошиты три новогодних мелхила новогодние игрушки которые будут оформляться когда-нибудь не знаю лет что сто наверное но может быть и раньше вот мне кажется что для таких небольших процессов это вот идеальный вариант купила такие вот ножницы да эти ножницы можно купить на алиэкспрессе по-моему их там видела но значит опять чем прекрасен ленин магазин до что я просто стояла ночи смотрела и смотрю них очень хороший ход да ты когда покупаешь тебе то что при это приходит что приходит то приходит вот а у лена можно все это потрогать и очень оказались острые ножницы до хотели такого не производят впечатления вот так как я еще вышиваю буквицу у меня знаете они просто сюда очень хорошо так легли в такого до древних русском славянском стиле такими тоже винтажные вот а сначала даже хотел на них маячок повесить но потом буду думала что нет не буду я нарушать эту стилистику оставлю как есть вот черная лена не предложил как возьми меня там новые в упаковке но я решила взять те которые были на витрине потому что как бы они понравились своим таким тугим ходом и своей остротой вот и девочки в чате мне написали что кто-то брал на алиэкспресс что-то хорошие очень нужница так а еще значит что я взяла у лена это ролл для вышивки вы скажете то не у тебя же есть куда тебя но у меня все роллы выполняют свою функцию один основной в котором у меня хранятся работы второе для перевозок встреч рукодельник для оформления в багет и так далее то есть он такой прям для транспортных перевозок а это значит я купила 3 маленькие для маленьких работ значит такую идею сначала услышала у вами кира она начнет когда перед формула что хочу купить ролл для маленьких работ я думаю что заблажь для для маленьких работ отдельный ролл а потом я поняла вы час меня где работа хранятся так получилось что раньше не было такого что маленькие работы вместе с большими них и не было то особо вот а сейчас я поняла что это очень неудобно они там сминаются заминаются и вот прочее как в очередной раз нам подумал что блажь и потом поняла что нет нужная работа я такая ну как бы потом при возможности куплю а когда у лены была тоже девочки мастерицы начисления отдают на продажу таки своей работы я его посмотрела как бы со всех сторон мне понравился после расцветки вот как он и сделал да все и конечно тоже не смогла его выпустить из рук почему он был по хорошей цене такой рыночный до хорошие здесь это туба опять же так как это мой не первый ролл да я уже приблизительно понимаю какие именно мне удобно вот и так вот совпало что у лены был такой в наличии и и такой был наличием не была возможность его купить и он не был нужен так что если вы не были еще у лены в магазине обязательно приходите я думаю что вам у нее понравится у нее кстати говоря есть нитки ручного окрашивания шелк и хлопок от разных наших девочек кто красит это на самом деле очень удобно есть ткани достаточно много но тоже это принять в зависимости от поставки потому что бывает так что приходит много тканей уже наши вышивальщицы знают да елена всегда пишет это у себя в группах что пришла там новая поставка ткани уже все приходят а буквально через три дня уже ничего нет то есть надо тоже понимать это вот но удобно что ты приходишь у нее мне очень хорошее освещение это большое окно такое можно отлично подобрать основу нитки под какую-то схему вы сами понимаете да подбирать или сравнить например если у вас были какие-то иностранные нитки ручного окрашивания и закончились то можно приехать к линии с остатком да и подобрать то что у нее есть наличие сейчас у нее достаточно большой ассортимент этих ниток разных производителей прям рекомендую к посещению и что же я еще купила я купила шелка девочки это вообще конечно это уже психиатрия потому что когда я снимала свое предыдущее видео прошел когда я его заливала редактировал думаю а я даже не собирала же покупать на и то что у меня есть давно нет я сейчас скажу сейчас все купят ничего не останется и мне опять ничего не достанется ну-ка опять началась это паранойя и короче говоря я накупила шелка я просто увидела что он стал дорожать и то есть то что я покупала раньше по 800 рублей в магазине он потом стал тысячу это к дома нет давайте давай-ка я прикуплю тем более я сейчас я переосмысливаю свои запасы в очередной раз понимаю что многое что у меня сейчас лежит она уже лежит мне не нужно и я это уже вышивать не буду использовать не буду я сейчас это продаю либо в расхомячки группе в telegram либо у себя на странице и на вот эти вырученные деньги то есть я как бы свое количество перевожу в качество вот и на вот эти деньги от распродажи я как раз и затарилась шелком показываю вам для понимания помните вам говорила про этот шелк который для вязания который мне очень нравится который очень люблю что-то у меня было да и решил думать не давайте-ка я хоть там цвета такие так себе да все-таки куплю потому что пусть будет и вы знаете цветопередачи как всегда опять страдает на сайт оказались очень хорошие цвета то есть когда я смотрела на экране мне показалось они либо слишком яркие либо слишком тусклым как бы таки не особо да но когда они ко мне пришли я поняла что нет все правильно сделано хорошо что купила и самое что интересно они как раз идут но не то чтобы этими растяжками но между собой очень хорошо сочетаются значит это белые мотки которые у меня были поле на валперс когда-то да по два то что самая выгодная цена получается давайте я буду прям показывать близки этот цвет лайм потому что может быть если вы еще не купили да то вам будет полезно посмотреть значит этот цвет что у нас икрю который ведут номера там это команда то есть это цвет икру он такой серо-бежевый этот цвет лайм он желтовато слегка зеленоватым подтоном но очень деликатный приятный приятный цвет я сначала не смутил название лайм да думают какой-то токсичный цвет но нет очень приятное тоже можно на хрома вышивать и вообще как бы использовать ну потом для растяжек это у меня тоже было тоже вид меня два манка потому что я купола на валбрессе что он хочу показать да как они между собой ответить и сочетаются этот свет 22 этот свет двадцать третий буду так рядом показывать все они все между собой очень хорошо гармонирует потом даже когда для подборов дать очень хорошо сочетаются такой вот пыльно-розовый что-то на 9 до это двадцать первые кораллового наверно считается знаете тоже мне как-то смущал он опять же он у вас яркий очень на экране в жизни он очень приятный цвет он не коралловый он у вас в лососевый уходит слишком не очень деликатный цвет можно брать не бояться так а это у нас какой цвет двенадцатый тоже они ведут цвет тоже очень такой приятной красивый деликатные значит это мне был один моток красного цвета которым я приеду вашего но нет конечно передачи страдает теперь темные цвета но эти я вам не покажу потому что нужно читаем для которой серо-зеленым цветом хан по моему что называется так это 7 просто серый цвет хороший такой вот это только несно что два ярких оттенка да но их тоже я уже брала просто по довесок на 16 цвет и 26 они это яркие цвета но иногда они тоже будут нужны бывают думала на пускай будет уже чтобы я успокоилась и про этот шок уже не переживал синие вообще чудесный этот цвет такой чернильно-серо-синий 24 номер да и вот такой вот с чем он и показался мне на картинке очень яркий 20 но нет он нормальный цвет у вас очень ярко выглядит потому что у меня отсвечивает скажет освещение нет хороший цвет этот можно брать и коричневые оттенки тоже всегда нужны тоже это не хорошо как в рыжий оранжевого уходит нет он хороший он кирпичный полка по называются или даракотова что-то какой 25 хороший цвет такой ходовой примитивный так это 4 а это 18 вот так что такая у меня теперь коллекция шелка я надеюсь что я уже после этого то уж точно должна успокоиться и перестать паниковать потому что конечно не делают кто-то воодушевляется видео покупках каких-то блогеров да а кто-то и свое же видео показывать не может там что же начинает опять покупать такое приспособило коробку потому что на самом деле шелк он достаточно объемной много и хранить его как-то нет пока не научилась я но опять хорошо что между собой теперь мне такая коробочка шелк и сегодня получила посылку с шелком от green bird не было тут распродажа что же сначала полдня держался к нет я не буду мне не надо потом я вспомнила как я была в магазине когда подбирал там цвета мне надо было и девочки сказать что у них еще не было поставок шелка с зимы да с конца зимы и они продают то что это понимаю у них есть пока что не предвидится потом думаю и поэтому уже вечером когда уже много чего не было в наличии я купила из остатков прекрасными конечно посылки всегда очень любит магазин green bird сюда не дает какую-то открыточку наклеечку этот цвет они дали подарок сразу целый моток шелка в прошлый раз я когда в магазине не главный моток металлика подарили на что я купила я купила палетку свой до париж когда я посмотрела как-то раньше на них не обращал внимание что посмотрел да нет шелк подходит поэтому я взялась того что было в наличие и тех цветов которые мне показались у меня либо нет либо они и купила секунду это я купил не из набора все это пари а тоже катушкой потому что как раз пробуквается я думала что если это будет не металли желтый шелк желтоват слишком для эксперимента потому что у желтых не сложные оттенки да и не статны можно найти то что есть то что тебе подходит вот такую тоже я взяла набор тоже желтым цветом именно для буквы c может думала что-то отсюда я смогу подобрать металли желтый здесь короче не знаю посмотрим пригодится потому что получается что таких наборов выгоднее всего получать покупать понятное дело что этот подходит только тем кто вышивает подбором да и когда ты вышиваешь покручу это не та история но для меня это нормально такую я уже такой набор брала красных оттенков сейчас взяла 2 потому что как-то меня стали красные цветы расходиться и нужный был такой мне не было палетки голубых синих вот они тоже так уже сколько раз сталкивалась с тем что именно синие голубые сложно подбирать не вот и такой вот набор взяла да здесь для высула разных разного качества стандартно нашему ли на это до париж как это а вот до паре а это овал который не крученый это металлик а а это типа перли шелкового конечно эти катушечки да это вообще что то с чем то вот такими катушечками мария данье да из франции вышивают французскую по-моему да я ничего не путаю я не достаточно эти плотненькие толстенькие это конечно вообще кукольные катушечки просто поставить на стол до имя любоваться вот потому что купила потому что была хорошая скидка самая выгодная цена на данный момент потому что даже сейчас заказывать из-за за границ через посредник тоже там выходит достаточно дорого а гринберде вот сам оптимальная цена единственно что теперь это не знаю у них они рассказал что она пыталась что себе там что-то набрать по схемам по ключам но ходовые цвета самые такие популярные хуже не было наличием и это практически все что я вам я хотела показать в этом видео единственное что мне еще осталось это вот такая вот стопка книг который я приобрела за последнее время вернее нет некоторые здесь уже у меня давно были но их тоже застала потому что собираюсь снимать второе видео про книги не дайте на это вступительное слово переносу на следующее видео она выйдет наверное может быть сегодня может быть завтра я вообще не из тех людей которые работают и снимают видео по правилам маркетинга и продвижения я по вдохновению исключительно и по возможностям если возможно снять два видео выпуске к нему и выпущу в один день потому что я пробовала делать в выпуске видео перерывы но потом просто проходит время проходит недели предположим и я уже забываю чем я говорила мне начинают девочки писать комментарии вы до зрительницы я уже не помню что я говорил и я не понимаю так мне приходится даже пересматривать видео чтобы ответить на комментарий вот я так не люблю то есть я вот люблю на вдохновение на эмоции вот поэтому на этом все спасибо что посмотрели это видео и увидимся в ближайшем видео про книги про мою библиотеку вышивальную